Я тогда начну, надеюсь, что всё хорошо, да, вот я вот кручу голову, чтобы можно было прочитать, что вы пишете. Отлично, видно и слышно. Потом тогда, я не буду сейчас смотреть на ваши комментарии, я потом отвечу на все ваши вопросы, если они у вас будут, хорошо? А сейчас я начну тогда вот свой урок или лекцию. Я ещё раз хочу представиться, на всякий случай, для тех, кто меня не знает. Зовут меня Виктория, моё еврейское имя Науми Кондрашкина, и на прошлой неделе мы начали уроки изучения жизни Цадиким. Цадиким – это праведники, которые жили раньше, и изучаем то, каким образом это может нам помочь в нашей жизни. Вот, и смотрите, прежде чем продолжать рассказывать о Большом Тове, я хотела ответить на один вопрос, потому что мне задали вопрос, так, он съезжает, задали вопрос, а зачем ходить на могилу к умершему, если Бог вечно живой, и почему нельзя напрямую с ним соединяться? И хочу ответить на этот вопрос, потому что действительно, может быть, не до конца было понятно, рассказано, кто такой Цадик. Надо понять, что Цадик, он совершенно уникальный человек. То есть, когда мы говорим о Цадике, мы не говорим о нормальном человеке, это что-то исключительное. В Википедии написано определение Цадика, как это набожный и благочестливый человек, духовный вождь общины, на котором покоится Шхина. Шхина – это божественное присутствие. Но стоит, что стоит за вот этим вот определением, стоит с этим разобраться. Как я говорила в последний раз, что Цадик – это человек, который достиг такого духовного уровня, такого самоконтроля духовности, что все вообще свои мысли, свои чувства, свои действия, само его существование, оно находится в совершенно полном, в стопроцентном слиянии с Божьей волей, что даёт вот ему такую силу, просто даже сложно понять это нашим умом, необыкновенного тесного общения с Богом, настолько тесного, что он соединяет мир высший, духовный мир с нашим миром физическим. То есть настолько контроль сферы духа высок у Цадика. И то есть обычный человек, когда мы в моменты божественного вдохновения получаем вот такую связь, или в моменты какой-то определённой молитвы, очень сильной, когда мы действительно на все проценты, на все процентов 100 подключены, Цадик находится в таком состоянии всегда. И очень интересно, что даже ангелы, они не имеют такой силы, такой мощи, какой имеет Цадик. Потому что у ангела есть своя определённая задача, и он запрограммирован, как компьютер, он делает то, то и то. Цадик нет. То есть он стоит намного выше ангелов. Поэтому мы можем выбрать, либо нам соединяться с ним, либо нет. Это наш выбор, дело каждого человека. Кто-то хочет просто молиться Богу, а это нужно делать, это является нашей неотъемлемой частью соединения, это молитва. Но более сильное подключение, если мы хотим сделать духовную работу более быстро, если мы хотим знания какие-то постичь более быстро, то такой очень хороший является путь, это соединение с Цадиком. Когда можно больше к нему соединиться, тоже хотелось бы упомянуть. Наибольшую силу энергия Цадика имеет и во время его, тогда, когда он умер. То есть понятие «умер» для Цадика не существует. В момент смерти для нас, для Цадика, это переход из духовного мира в физический мир. То есть просто переход и всё. И в чём, например, как мы можем это понять? Существуют такие свидетельства, когда, например, было перезахоронение Цадика, когда нужно было перезахоронить, когда раскапывали могилу, там человек, который был захоронен, он совершенно был в таком же виде, без всяких следов какого бы разложения, переносили с могилы. И последний случай, доказывающий нетленность Цадиков, оно было во время Второй мировой войны на территории Польши. Немцы хотели, раскопали могилу одного Цадика. Сейчас, к сожалению, я не помню его имя. Видимо, они перепутали, хотели найти там несметные богатства еврейские. Они, наверное, перепутали захоронение египетских фараонов. И когда они разрыли могилу одного Цадика, который был захоронен 500 лет назад, и увидели там совершенно нетленного человека с нетронутой одеждой, всё тело абсолютно так, как было 500 лет назад, то они это всё быстренько закопали и опять ей оставили так, как всё было. То есть о чём это говорит, что Цадик – это совершенно другая история. Наше тело, нашему телу необходимо очищение через смерть. Человек, когда умирает, его тело разлагается. И разложение это является частью очищения. Вообще надо сказать, что вот эти вот понятия, они всё настолько глубоки и настолько требуют изучения особого, что в основном этим нужно заниматься обычно очень долго времени. Они обычно раввины это вот очень хорошо ведут, вот целые серии лекций существуют на вот такие вот глубинные темы. Но вот так быстро, вскользь, чтобы вот понимать, до конца немножко, может быть, не понять сразу. Но если начёшь на изучать эти материи, то всё потом потихоньку понимается. То есть вот смерть, она является, разложение тела, оно является очищением. Для цитика это совершенно не нужно, потому что он настолько уже себя очистил, настолько превознёсся в этом физическом мире, что ему находится на другом уровне. То есть для нас это огромная помощь, огромный источник вообще нашей духовной работы, помощи для нас. Также хотела упомянуть, что мы не поклоняемся цитику, мы просто просим у него, чтобы он нам помог тем, что молился за нас, всемышнему. И таким образом проявляется его помощь. То есть если наше тело, оно всё охватано клепотами, если наша всю жизнь, мы боремся с нашими недостатками, какими-то чертами характера, с нашими привычками плохими, с нашими привычками покушать, выпить больше, чем нужно поесть, ну и так далее, у каждого своё, то Садик всё это уже давно преодолел. Вот, значит, возвращаясь к Большому Тову, напомню, что он родился в 1698 году, 18 иллю. Вот как раз эта дата является его Иллула или Йорцайт, день его смерти, когда мы можем подключиться наиболее сильно к его энергии. Вот, и жизнь его была очень специфическая, как у всех Садиков. В детстве он был специфическим ребёнком. С самого детства он начал соединение с Богом, глубокие изучения, уединялся часто и соединялся таким образом с Богом, хотя всё это скрывал. Вот. И дальше мы остановились на том, что после своей второй женитьбы с молодой женой Шурин Большом Това, брат жены, отправил их, подарил им лошадь и телегу, отправил их куда подальше, чтобы они не позорили, чтобы Большом Тов, тогда он был Израэль, не позорил его перед жителями его города своим незнанием, да, и недалёкостью, так сказать. Ну, это было просто скрытие. До определённого момента Араф Израэль не мог раскрыть своих познаний и того, кем он является на самом деле, и вообще, насколько высоки его уровень, его изучение. И вот, когда они уехали, они поселились в городке, в очень маленькой деревушке между городами Кутово и Косово, и прожили там 7 лет. В этом месте в деревне жила жена, в самой деревне Араф Израэль. Он проводил большую часть времени он проводил в пещере на берегу озера. Он уходил туда на всю неделю, и там происходили таинства, которые происходят с Садиком. Жена его жила всю неделю одна, он возвращался на Шаббат, только домой. Средством к существованию в то время для Арафи Израэля было то, что он добывал известь, пережигал ее, а жена ее продавала. То есть жили они очень-очень бедно. От этого брака у Израэля было двое детей, сын Цви и дочь Адель. Пищей в это время для Большим Това были сухие лепешки. Сухие лепешки делались так, что Араф Израэль замешивал муку на воде, раскатывал тесто, раскатывал лепешки на камнях, и когда их высушивали, эти лепешки солнце высушивало, их можно было кушать. Вот это было питание на всю неделю. Ну, надо сказать, что... Я потом, когда дальше расскажу, потом расскажу уже вот в этом аспекте о питании. И вот в этом многолетнем уединении крови Израэлю стал являться святой наставник. Эту информацию мы получили из писем самого Большим Това, которые он уже писал уже в зрелом возрасте. Наставником этим был древний израильский пророк, которого звали Ахия Шелони. И этот наставник стал приходить к Ирауи Израэлю в 26 лет. Вот. После того, как 7 лет прожили, вот как я рассказала, сейчас Араф Израэль был в пещере, жена жила в деревне, как они прожили в 7 лет в таком вот в таком виде, они и стали переезжать, переехали в местечко небольшое Откутово. И жизнь, в принципе, пока не отличалась ничем от предыдущей. Жена вела хозяйство, Араф Израэль проводил всю неделю в лесной хижине, где продолжал изучать Тору. Вот. Изучение Торы... Что значит изучение Торы? Мы должны тоже понимать, что у Торы есть 4 уровня, да, по-моему, секретности. Самые высшие уровни секретности простой человек не может постигнуть. Вот как раз изучение Торы, оно и происходит, когда Ацадик, он выходит на более высокие уровни вот этого изучения Торы. То есть ему открываются секреты определенные, которые он, в зависимости от того, есть разрешение и нет разрешения, рассказывает, раскрывает. Или до времени они остаются сокрытыми, вот такие секреты. Вот. В это время тоже интересные свидетельства о том, как, например, чем питался Араф Израэль. Жена ему пекла 6 хлебов, чтобы он брал с собой в хижину свою на каждый день. Ну, и Араф Израэль уходил. Когда проходила неделя, ему нужно было возвращаться домой, он с удивлением обнаруживал, что эти хлеба были все целы. То есть ему он их даже не съедал и даже не понимал, что он их не съел. И вот такие годы становления ЦДК, они очень интересны для нас, чтобы, да, нам трудно понять, как вот так вот человек живет в изоляции, не видит свою жену, да, мы можем даже опуститься, может быть, на уровень какой-то критики, как вот так вот, а вот что это такое, да. Ну, нужно понять, что это совершенно особенное время и особенное предназначение вот этих вот людей праведных. вот в это время, когда Раф Израиль жил в пещере после своего брака 7 лет, потом, когда они переезжали в другие места, это было время зарождения нового совершенного учения, которое впоследствии завоюет сердца вообще всех евреев, может быть, не всех, но тысячи-тысяч евреев и неевреев даже. И Раф Израиль, он постигал вот эту вот вечную мудрость Творца через величественную красоту мира и через слияние с божественной энергией. Вот это слияние с Богом, оно называется Двикут. Двикут – это такая уединенная медитация, которую очень, в принципе, сложно достичь, которой мы все и стремимся, люди духовно развитые, которые хотят развиваться духовно дальше, мы все стремимся достичь вот этого Двикута. И вот когда человек достигает этого Двикута, он повышает свое духовное развитие. Дальше что происходило? Дальше семья переезжала в другие места, в это время Большим Томф работал учителем в начальной школе, он был также кантором в синагоге, и он же был также и шойхетом. Шойхет – это человек, который занимается забоем скота, то есть Раф Израэль, он изучал забоем скота и поэрквезвел шхету. Ну, также продолжала семья жить в бедности в этот период, так бедно, что современники говорили о том, что вот у Рафи Израэля были дырявые, то есть сапоги, из сапог виднелись пальцы, пальцы ног, вот я тут книжку хочу приготовить, пальцы ног. Так, еще что я хотела сказать. А, вот я хотела еще дополнить вот это вот комментарий к тому, как вот насчет еды, да, что мы поняли, что цадик он очень мало кушает и практически ничего не ест, и многие из цадиким они практиковали, ничего не ели от шабата до шабата, вот так вот. И вот у меня такая есть книжка рассказы о Большемтове, она, к сожалению, на испанском языке, но я вам переведу одна история, когда Раф Барух, это внук Большемтова, спросил у своего дедушки у Большемтова, он спросил у него, скажи, пожалуйста, дедушка, потому что я очень-очень-очень сильно озадачен, что ты сам, и мы знаем, что другие вот садики, они что делают, они не едят ничего от шабата до шабата. И как же можно это тогда понять для нас, то есть, как же тогда получается противоречие, нам нужно есть, нам не нужно есть, и Раф Большемтов ответил своему внуку, что я пришел в этот мир для того, чтобы показать совершенно другую дорогу, когда человек живет, он должен жить в радости и в любви, что самое главное для человека это любовь, и когда, если человек начинает, не живет в любви, и, ну так сказать, издевается над своим телом, не давая есть, он этому саму приносит вред и своей душе, и за это он понесет ответ, вот, поэтому гораздо более важно это не изнурять свое тело голодом, а самое главное, что есть для человека, это любить Бога, Израиль и Тору, вот это к чему должен стремиться каждый человек, а уже вот эти вот вещи, которые более уже находятся на другом уровне понимания, это над этим простому человеку не нужно, над этим, так сказать, слишком много задумываться или, ну, не понимать этого, потому что я сталкивалась в разговорах вот со своими знакомыми, я сталкивалась с непониманием, что когда рассказываешь о цельзике, вот такое понятие, что без еды там мог жить без питья, без других вещей, люди как бы могут не понять и даже пуститься в осуждение, а вот как так, ну, нам это трудно понять, чтобы не было такого осуждения, нужно просто понимать, что это два совершенно, две разные породы человека, да, обыкновенный человек и человек, который уже является на другом уровне, вот, когда начал, а, еще тоже интересный факт, Рави Гершун, это брат жены Большинтова, который в свое время выгнал их из города, да, помните, подарил им лошадь и телегу, впоследствии Раву Гершуну было открыто, вот это вот, вот это знание, истинный лик Большинтова, и впоследствии Рави Гершун стал учеником, одним из преданнейших учеников Большинтова. Ну, еще тоже хотел рассказать, что как ученики объясняют вот это замкнутое состояние в эти молодые годы, в годы становления Большинтова, как они его объясняют, что происходило с их учителем, они говорят о том, что Большинтов он не мог говорить с людьми просто-напросто. Почему? Потому что, когда он достигал вот этого состояния двикута, слияния с Богом, это ему не позволяло общаться с людьми. Он еще не умел этого делать. Но когда приходил к нему, вот начал ему изучать, давать открытие его наставник, пророк Ахияши Шелони, он как раз его научил разговаривать с людьми, не теряя вот этого самого двикута. И вот в тот момент, когда Раву Исраэлю исполняется 36 лет, ему позволяется уже быть раскрытым перед людьми, и он раскрывается перед людьми как цадик. То есть, он стал с этого момента с 36 лет стал распространять свое учение и также исцелять больных. Слава о нем очень быстро распространилась среди евреев Галиции, и его стали называть Большим Тов. Что такое Большим Тов? Это обладать благого имени. И обычно вот таким именем называли знатоков практической кабалы. То есть, эти люди, они избавляли от бед, избавляли от болезней, исцеляли при помощи имени Бога. И еще хотела рассказать тоже интересное такое свидетельство вот его Двикута. Это не единственное. Один раз был такой Равин Давид, по-моему, так как Равид, да, Рав Давид. Рав Давид, он потерялся в дороге и как раз зашел, пришел в дом к Большому Тову и остался у него ночевать. И заснул, конечно, слег спать ночью. А когда проснулся, он был ужасно испуган, потому что он увидел за печкой огонь, свет огромный он увидел. И он подумал, что дом горит. Он скорее вскочил, побежал, схватил ведро воды, побежал к печи, чтобы тушить огонь, но оказалось, что огня никакого не было, что за печкой просто сидел Большим Тов и изучал Тору в это время. И вот в этом состоянии Двикута, то есть над ним был такой огромный луч света, который его озарял, который был принят за огонь. И вот Рав Давид, он настолько испугался, что он упал, бедолага, в обморок. И его потом Большим Тову пришлось просто приводить в чувство. Это был не единственный случай. Рассказывают его ученики, что когда он молился, то есть тряслась даже, было сотрясение земли. В одной синагоге, по-моему, была бочка с водой. И вот во время его молитвы оно настолько сильное, настолько сильное происходило соединение с Творцом, что вода начинала ходить ходуном. Также вот это были свидетельства других учеников Большим Това насчет его вот этого сияния огромного, огромной вот этой вот световой вот этой вот волны, которую видел, это был не единственный Рав Давид, который увидел вот эту вот огромную, огромное свидетелем его соединения, свидетелем его Довикута. Вот. И я думаю, что на сегодня уже нам нужно заканчивать, потому что вот уже я смотрю уже 5 часов 20 минут. Я хотела немножечко еще прокомментировать, как можно связать коучинг с темой цедиким, да, что вы знаете, что я персональный бизнес-коуч. Когда я стала изучать коучинг, то я вообще была поражена тем, что основные принципы коучинга основаны, в принципе, на древних знаниях, которые были раскрыты уже много-много тысяч лет назад пророкам, которые как раз являются цедиками. И все блестящие идеи, вот эти знания, они сейчас используются как раз, когда сейчас вся информация открыта, да, и мы живем в такое непростое время, мы прекрасно все понимаем, что раньше не было, может быть, столько удобств, да, жизненных машин, удобства нашей повседневной жизни, таких не было такого уровня, но не было и доступа информации. Сейчас наше время прекрасно тем, что к нам, любому человеку доступна совершенно любая информация, которая нам зачем нужна? Она нам нужна для того, чтобы производить собственную трансформацию и находить счастье в жизни, несмотря на все трудности, которые нас окружают. И вот, когда мы узнаем о жизни праведников и хотим учиться у них, наши шансы на эту трансформацию намного увеличиваются, как вот я попыталась донести своим рассказом. На примере жизни цедиким праведников и их связи с Богом мы тоже можем пытаться достигнуть того, что нам может казаться недостижимым. Мы не можем достигнуть уровня цедика, но мы можем достигнуть того, что необходимо для каждого человека. И вот процесс коучинга как раз заключается в том, что коуч помогает человеку достигнуть своего лучшего результата, своего желаемого результата и сделать это очень-очень быстро. Я как персональный коуч помогаю тем, кто хочет изменить свою жизнь, выбрать себе профессию или сменить ее на другую, для того, чтобы реализовать себя полностью. И также помогаю перевести проблемы жизненные в задачи. А как бизнес-коуч тоже помогаю найти экилибрио, правильно говорю, это на испанском экилибрио, на русском наверное тоже так, между семейной жизнью и бизнесом и развить свои стратегии, тактику, план для того, чтобы процветать в условиях постоянных измен на нашем рынке, в плане измен в политической обстановке и на рынке труда. Моя первая консультация, она бесплатна. Спасибо вам большое за внимание, я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи, и пожалуйста пишите мне вопросы, я вам с удовольствием на все вопросы отвечу. Спасибо большое и до скорых встреч, до свидания. до свидания. Редактор субтитров